Область знаний Лекция на радио «Звезда» Первая мировая война. Балканский фронт. Рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. Область знаний В военно-политическом руководстве противоборствующих сторон в годы Первой мировой войны боролись сторонники двух подходов к достижению победы. Одни считали, что стоит бить сильнейшего противника на сильнейшем направлении, им занимаемым. Следует упомянуть, что в качестве сильнейшего противника Россия, Англия и Франция воспринимали Германию, а Германия, в свою очередь, таковым считала Англию и Францию. Другая группа предполагала, что успех лежит в нанесении удара как раз по слабым звеньям. Таким образом будет разрушаться коалиция противоборствующая. В Англии, Франции и Германии эти школы получили такое географическое название западников и восточников. Интересно, что среди западников, то есть те, кто считал, что нужно бороться с наиболее сильным противником, преобладали профессиональные военные, среди восточников преобладали политики. Обратим свой взор на Балканский театр военных действий, там это противоборство западников и восточников наиболее четко выкристаллизовалось. Генеральный штаб Австро-Венгрии видел свои главные задачи — разгром Сербии. По его плану в Галиции против России сосредотачивалось 30 дивизий, 10 дивизий против Сербии, а 12 составляли вторую армию, которая предполагалась в качестве резерва для одной из группировок в зависимости от развития событий. Австро-Венгрия пыталась играть роль великой державы, в то время как ресурсами этой великой державы, способной воевать активно на двух фронтах, она не располагала. 12 августа 1914 года австро-венгерские войска 5-й и 6-й армии вторглись на территорию Сербии. Они двигались колоннами, под музыку, как на маневрах. Вторая резервная армия была сразу передана в распоряжение командования на Сербском фронте и с левого фланга обеспечивала их движение. В результате этого решения австро-венгерские силы не смогли получить подкрепление в решающий момент Галицийской битвы, что во многом предопределило исход этого ключевого сражения 1914 года в пользу России. Для решения сербской проблемы австро-венгрии выделили 460 тысяч человек, однако значительное количество из них было представлено слабо обученными резервистами, у которых отсутствовал боевой опыт, тоже можно сказать и об офицерском корпусе. Австрийская команда явно недооценивала своего противника. Сербы немногим уступали австрийцам в численности, около 450 тысяч человек с учетом ополчения, но при этом их командиры и солдаты имели актуальный боевой опыт, полученный в ходе балканских войн 1912-1913 годов, ну и они были гораздо более мотивированы защищать собственное отечество. Поэтому 19-20 августа, то есть практически через неделю после вступления австро-венгров в пределы Сербии, сербы разбили пятую армию противника и отбросили ее назад. Было взято множество трофеев, например, в руки сербов попало такое количество лошадей, что они смогли заменить ими валов, которые использовались для транспортировки артиллерии, так как в Сербии собственных лошадей было недостаточно. Сербская армия перешла в контрнаступление, форсировала реки Дрина и Сава. Ее успехи на этом закончились, ей не хватало сил для того, чтобы бороться с более сильным противником. Австро-Венгрия, в свою очередь, в сентябре 1914 года еще вполне могли успешно обороняться. К концу сентября 1914 года австро-венгерская армия уже находилась не в самом лучшем состоянии. Сербия не была готова к такой войне, которая стала Первой мировой, таким масштабом. С приходом холодов не хватало формы, не хватало боеприпасов, снаряжения. Собственно, военной промышленности в Сербии практически не было. Но Россия могла поделиться своим балканским союзникам трофеями, захваченными в Галиции. Большая часть их была переправлена в Сербию через Румынию. Кроме того, еще 16 августа 1914 года для оказания военной помощи Сербии по Дунаю была создана экспедиция особого назначения под командованием капитана первого ранга Михаила Михаиловича Веселкина. Приход русских караванов с снаряжением и оружием во многом способствовал победам, которые впоследствии одержала сербская армия. Если бы не эти боеприпасы, доставленные как раз вовремя, она была бы поставлена на грань краха. Уже 30 ноября 1914 года сербы в первый раз составили свою столицу. Но благодаря пополнению материальной части в течение двух недель сербская армия вновь очистила свою территорию. Общие потери австрийцев на Балканском фронте в 1914 году близились к 300 тысячам солдат и офицеров, что очень немало. Более того, не имея возможности ослаблять русский фронт, особенно после поражения в Галиции, австро-венгерское командование паниковало. И речь даже шла о строительстве укреплений для защиты Будапешта. То есть они всерьез полагали, что сербская армия может дойти до одной из двух столиц Австро-Венгрии. Следующий важный этап борьбы на Балканах связан со вступлением Болгарии в войну. Август и сентябрь 1915 года стали тем временем, когда принималось это важнейшее политическое решение. Болгария была весьма воинственно настроена и стремилась взять реванш за поражение во Второй Балканской войне 1913 года. И, собственно, ее воинственность росла с ухудшения положения Антанды на фронте. Великое отступление русской армии 1915 года продемонстрировало слабость России. Очень неактивные, вялые попытки союзников помочь России убеждали Болгарию в том, что Антанта слаба. Что сентября 1915 года в Софии был подписан германо-болгарский договор. София получила военный займ и обещание воплощения ее самых смелых территориальных притязаний. Ей обещали Македонию, часть сербской территории, а кроме того, в случае вступления в войну Румынии, часть территории, которую она потеряла по бухарестскому миру 1913 года. В тот же день была заключена военная конвенция, согласно которой Германия, Австро-Венгрия и Болгария обязались выставить достаточные для наступления на сербском фронте силы в течение 30-35 дней. 5 октября 1915 года с мощнейшей артиллерийской подготовки началось австро-германское наступление на Сербию. 11 октября к нему присоединились болгары. В сложившейся ситуации только выступление Румынии и Греции могло бы компенсировать внешнеполитические поражения Антанты, но, к несчастью, обе эти страны были не готовы вступить в войну осенью 1915 года. Важно отметить, что 5 октября, в тот день, когда началось германо-австрийское наступление на Сербию, две англо-французские дивизии высадились в Солониках. Это была территория Греции. Это вообще очень интересное военно-дипломатическое предприятие. В Греции тогда шло упорное противостояние про-антантовских и про-германских сил. Летом 1915 года могло показаться, что побеждает лагерь сторонников Антанты. На выборах победила либеральная партия. Но с отступлением русской армии и вступлением в войну Болгарии, ее влияние было сведено на нет. Чтобы хоть как-то удержать Грецию от поспешных шагов и выхода из сферы влияния Антанты, собственно, эти две англо-французские дивизии, не спрося разрешения греческого правительства, высадились в Солониках. Что интересно, стороны Антанты не предполагали, какой будет реакция греческой армии и флота. Это была абсолютная авантюра. Но в любом случае, повлиять на ситуацию на сербском фронте эти две дивизии не могли. В ночь с 8 на 9 октября в очередной раз был оставлен Белград. Болгарская армия наступала сразу по нескольким направлениям. С одной стороны на соединение с австрогерманскими силами. С другой стороны пыталась освободить участок важнейшей железной дороги Берлин-Вена-Константинополь. С третьей пыталась отрезать сербов от Антанты. Всего в 80 километрах от болгаро-сербской границы лежала железная дорога Белград-Солоники, которая была единственным спасительным маршрутом для связи сербов с союзниками. Первая мировая война. Балканский фронт. Область знаний. Появление 12 болгарских дивизий в тылу сербов предрешило участь армии сербской. И, собственно, всякие надежды на отражение вражеского наступления были оставлены. Началось отступление сербской армии, которая получила среди современников название сербской голгофы. Вместе с армией уходила и значительная часть сербского населения, которая опасалась репрессий со стороны захватчиков. Единственным регионом Сербии, где болгар встречались с распростертыми объятиями, была Македония. К средине октября количество дивизий на Солонинском фронте росло. Их уже было три французских, а одна английская. Они не подчинялись единому командованию. Англичане категорически отказывались идти на этот шаг. И более того, англичане даже имели собственные инструкции, которые запрещали им переходить границу со Сербией. В этой обстановке начальник штаба Верховного главнокомандующего русской армии Михаил Васильевич Алексеев предложил план спасения Сербии. Отчаянный план. В середине ноября 1915 года представители английской, французской и итальянской армии при ставке Верховного главнокомандующего получили секретную записку с изложением этого плана. В основе записки Алексеева лежало следующее рассуждение. Что союзники атакуют противников в направлениях, где он наиболее серьезен, имея в виду фронт против Германии. Следовательно, вряд ли можно рассчитывать на значительные успехи на этих направлениях. Кроме того, по опыту даже небольшие достижения даются ценой крови значительного количества солдат и офицеров. В своей записке он пытался внести единство в планирование операций союзников, а также обратить внимание своих коллег на Балканский фронт. Сохранив сербскую армию и удержав в сфере влияния Антанты Грецию и Румынию, можно было бы смело организовать наступление силами русской армии, корпуса союзников Солоников и сербов против Австро-Венгрии. Это наступление поставило бы центральные державы на грань катастрофы. Алексеев был не единственным из восточников в военно-политическом руководстве Антанты, которые с вниманием смотрели на Балканы. Например, еще в феврале 1915 года на конференции Парижа, где обсуждалась финансовая политика стран Антанты, Дэвид Ллойд Джордж, канцлер казначейства Великобритании, нам привычно называть эту должность министр финансов, поднял вопрос о немедленной отправке англо-французского корпуса на помощь Сербии. Он тоже считал, что тогда еще не вступившая войну Болгария, Румыния и Греция впечатлятся этим шагом, и вместе эта сила, направленная против Австро-Венгрии, послужит к концу центральных держав. Главным противником подобного подхода были французы. Они были воспитаны на наполеоновской стратегии. Считали, что война должна решаться на кратчайшем стратегическом направлении против сильнейшего противника. Если формулировать этот принцип другим языком, что сначала Берлин, а потом посмотрим из Берлина, что там делать с этими Австро-Венграми. К тому же французы явственно ощущали присутствие немцев у самых ворот Парижа и долгое время не были склонны отправлять свои дивизии в Салоники. Кроме того, скромные успехи наступления в Шампании-Арто в сентябре-октябре 1915 года явно не добавляли ему верности. Стоит заметить, что самому Алексееву не давалось предугадать планы немецкого командования на 1916 год. Он убеждал своего французского коллегу Жозефа Жофра в том, что силы противника переоценены и Парижу ничего не угрожает. Во всяком случае, в последнем он ошибался, так как уже 21 февраля 1916 года началась битва за Верден. Падение этой крепости открывала германская армия один из путей к французской столице. Максимум, что удалось добиться Алексееву для помощи Сербии от французов, это обещание организовать три частные атаки, но уже весной 1916 года, когда время было бы безнадежно упущено. Первая мировая война. Балканский фронт. Область знаний. Тут немаловажную роль играл и личностный фактор. Неразговорчивый, невладеющий в должной степени иностранными языками Алексеев не был создан для укрепления межсоюзнических отношений в тех масштабах, которые требовала Первая мировая война. Его предложение создать постоянный или хотя бы временный орган для координации усилий союзников на фронтах не находили сочувствия со стороны англичан и французов, они не желали идти на ограничение собственной самостоятельности. Английские и французские генералы не понимали простой истины, что победа над немцами в Польше окажет большую поддержку французскому оружию, чем незначительное продвижение в Шампане или даже захват какого-нибудь отдельного холма во Фландрии. С окончанием сербского похода и боевых действий на Черноморских проливах германское командование получило бы свободную от противника внутреннюю линию от Северного моря до реки Тигр. Уже 2 января 1916 года, когда ей это удалось, из германской столицы вышел первый экспресс Берлин-Константинополь. В столицу Османской империи потекли тяжелые орудия, снаряды к ним, которые были использованы для укрепления Черноморских проливов. Это сделало невозможным повторение попытки захвата Константинополя и этих самых проливов, вроде той, которая была предпринята союзниками в ходе так называемой Дарденельской операции в феврале 1915 и январе 1916 годов. Немецкая экономика, в свою очередь, получила необходимую сырьевую отдушину. В Германии еще в конце 1914 года стал чувствоваться недостаток меди и хлопка. Урожая с 1914 было существенно меньше, чем прошлогодний. В первые месяцы войны Германия пользовалась нейтралитетом соседних стран. Так, например, Дания и Голландия неожиданно стали закупать тысячи тонн бекона и сала, которые они покупали в 1913 году, и экспортировать его в Германию. Но эта лазейка была быстро закрыта. Антанта установила квоты на экспорт, равные экспорту 1913 года, и объявила ряд товаров контрабандными. Судьба войны на истощение, навязанной союзниками Германии, решалась на Западном фронте, безусловно. Но для победы во Франции немцам требовалось максимально освободить силы на Востоке, снизить негативное воздействие блокады, в которой она находилась экономической, и продолжать удерживать саму Россию в режиме блокады, которые ей обеспечивали закрытые Черноморские проливы. Всем этим задачам способствовало решение вопроса Сербии. Отступление сербской армии в Албанию вместе со значительной частью населения страны проходило через трубнопроходимые горы в тяжелых условиях зимы. Беженцы несли на себе больных и раненых. Потери армии достигли 55 тысяч человек, потери среди гражданских посчитать невозможно. Оставшиеся войска численностью 150 тысяч человек вышли на Адриатическое побережье, откуда в начале января 1916 года были эвакуированы на Корфу и в Безерту. Остатки этой армии в мае 1916 года являлись в состав экспедиционного корпуса в Салониках, который впоследствии принял участие в освобождении Сербии, то есть их родины. Рассказывал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Сергей Сергушкин. Область знаний